Привет! Компания «АвтоСтронг» расширяет свое предложение. Теперь вы можете у нас купить не только запчасти к автомобилям, но и мотоциклы. Запомните наш двухколесный бренд «МотоСтронг». Обязательно подпишитесь на Instagram по ссылке в описании. Там все контакты и ассортимент мотоциклов. Эти мотоциклы приехали из Европы. Они в прекрасном состоянии с небольшим пробегом и продаются с полным комплектом документов. Менеджеры «МотоСтронг» ответят на все вопросы, проконсультируют и помогут с доставкой по СНГ. А сегодня настала пора рассказать о печально известных двигателях VAG семейства EA888. И начнем мы наш рассказ с мотора 2.0 TSI легендарного. Встречаем! Итак, в 2007 году концерн VAG представил новые четверки, которые соответствовали более строгим экологическим нормам. Напомним, что устаревшие четверки относились к семейству EA113. В нашем плейлисте есть обзоры буквально на каждый мотор. Новые моторы относятся к семейству EA888. Да, это те самые три восьмерки, которые подкосили веру поклонников концерна VAG. К этому семейству относятся двигатели объемом 1.8 и 2 литра для продольной и поперечной установки. Они все имеют чугунный блок, оснащены турбонаддувом, непосредственным впрыском, а в приводе ГРМ цепь. Точнее подкосили ГРМ три цепи. Две другие приводят маслонасос и балансиры, а отдельным зубчатым ремешком приводится насос системы охлаждения. Моторы EA888 соответствуют нормам Евро-5 и имеют масляный насос с изменяемой производительностью. Помимо этих решений в этом моторе очень много неудачных решений. Поршни совсем некудышные, с крохотными отверстиями для отвода масла, с уменьшенными поршневыми кольцами, а также шейки коленвала – коренные, более тонкие. Сейчас мы будем разбирать двигатель 2.0 TFSI с обозначением CDNC. Все, о чем мы дальше будем рассказывать, относится к двухлитровым моторам TSI и TFSI мощностью 177, 180, 200 и 211 лошадиных сил. С мая 2008 года эти двухлитровые моторы устанавливали под капоты Audi A3, A4, A5, A6, Q3, Q5 и TT. Также их получили Volkswagen, EOS, Golf, Jetta, Sirocco, Tiguan, Passat, Skoda Octavia, Skoda Superb, Seat, Leon, Alteo, Exo и Alhambra. Сюда же относятся двигатели 1.8 TSI мощностью 120, 152 и 160 лошадиных сил, которые устанавливались на те же модели Volkswagen, Seat, Skoda, включая кроссовер Yeti. На этих машинах эти моторы отметились очень большим масложором. Эти двигатели устанавливались на автомобили концерна VAX с 2008 по середину 2015 года. Первые моторы 2.0 TSI и 1.8 TSI второго поколения семейства EA888 – это полный мрак. Во-первых, они имели непомерный расход масла. Концерн VAX и неоригинальные производители помогли решить эту проблему. Многим владельцам приходилось решать эту проблему за свой счет. Во-вторых, цепь ГРМ – это просто беда. Худшая цепь из всех, что может быть. Сегодня мы расскажем все, что нужно знать владельцам автомобилей с этими чудесными моторами даже после устранения проблем с расходом масла. Практика показывает, что опоры двигателей семейства EA888 для продольной установки служат примерно 150 тысяч километров. Разрушение демпфера и вытекание жидкости опор приводят к стандартным симптомам. То есть это постоянные вибрации мотора на холостом ходу вне зависимости от температуры двигателя, а также рывки при трогании. Вместе с этим появляются ошибки по опорам силового агрегата, потому что в левую опору встроен датчик вибрации. На двигателях семейства EA888 устанавливали турбокомпрессоры IHI и KKK. В нашем случае на моторе CDNC установлен турбокомпрессор IHI RH F5. Он является единой частью с выпускным коллектором. Эти турбокомпрессоры надежны. Их состояние напрямую зависит от состояния масляной системы. На моторах первых годов выпуска довольно быстро возникал люфт перепускной заслонки, из-за чего при отпускании педали акселератора издавался звон. Производитель решил эту проблему установкой на шарнир между штоком и тягой заслонки пружинной скобы. В данном случае она не установлена. Но это решение не помогало в запущенных случаях, потому что втулка и шарнир уже были изношены. В таких случаях возникает постоянный недодув, и турбокомпрессор надо ремонтировать или менять. На этом турбокомпрессоре есть два исполнительных элемента. За управление актуатора перепускной заслонки отвечает клапан N75, а за стравливание излишнего давления наддува после закрытия дросселя – клапан N249. Если по клапану N75 никаких вопросов нет, то клапан N249 производитель неоднократно улучшал. Вместо мембранного клапана он предложил пластиковый клапан, который более надежен и служит хорошо. А вот старый мембранный клапан из-за трещины в мембране приводил к недодуву. Дроссельная заслонка двигателя EA888 надежная и никаких нареканий не вызывает. Сама заслонка пластиковая и чистить ее надо раз в 100 тысяч километров. После чистки моментальный расход топлива на холостом ходу уменьшается, а также улучшается приемистость двигателя. Ну а сегодня в разборе этого легендарно ненадежного двигателя нам поможет очень надежный механик Артем. И мы начинаем нашу разборочку. Одна из многих деталей мотора семейства EA888, которая не сразу получилась удачной, это маслоотделитель системы вентиляции картерных газов. Его улучшали порядка трех раз. Последняя ревизия датируется 2016 годом. Помимо версии маслоотделителя, чтобы его выбрать для мотора 2.0 TSI для продольной установки, надо учитывать еще разрежение, на которое он рассчитан. Помимо стандартных 25 милибар есть еще завышенные 100 милибар. По сути эти маслоотделители отличаются жесткостью пружины, которая установлена под мембраной. В зависимости от настройки маслоотделителя двигатели работают с разным ПО и оснащены разными сальниками. С маслоотделителем случается стандартная проблема. При возникновении трещины в мембране возникает повышенный расход масляных паров через впускной коллектор. После этого возникают ошибки и симптомы, связанные с подсосами воздуха. Это обедненная топливо-воздушная смесь, пропуски, воспламенение, а также нарушение герметичности во впускном коллекторе. Неучтенный воздух просачивается в систему ВКГ через штатное отверстие над мембраной. Обычно в этом месте слышен свист воздуха. Мембрану в маслоотделителе последней версии можно заменить на новую, а маслоотделитель неактуальной версии лучше заменить на самый новый, то есть в последней ревизии. Производитель постоянно улучшал маслоотделитель, потому что он плохо влиял на расход масла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В кронштейне масляного фильтра есть трубка с редукционным клапаном и уплотнениями. Со временем эта конструкция деформируется и не обеспечивает должного уплотнения между масляными каналами. После этого масло из фильтра стекает в поддон после остановки двигателя. Поэтому на первом этапе при небольшом износе двигатель будет дергаться на холостом ходу. При сильном нарушении уплотнений двигатель будет сильно дергаться после запуска, греметь фазовращателем и выходить на более-менее нормальную работу после наполнения фильтра маслом. Эта деталь стоит всего лишь 8 долларов. Её очень просто поменять при замене масляного фильтра. Иногда на двигателях EA888 закупоривается контур антифриза в теплообменнике. Это приводит к повышению температуры масла. При удобном случае надо снять теплообменник, промыть его тщательно и установить на новую прокладку. Насос системы охлаждения двигателя EA888 находится в его задней части и приводится отдельным зубчатым ремешком. Здесь же находится термостат и датчик температуры. У этой детали тоже было несколько ревизий. Первоначально корпус помпы был пластиковым. Только потом производитель догадался сделать её переднюю часть алюминиевой. В нашем случае это первая версия помпы с полностью пластиковым корпусом. Год выпуска 2010. Мы не понимаем, как она дожила до наших дней. На практике эту помпу приходилось менять при пробеге в 120 тысяч километров из-за течи антифриза по корпусу и по датчику температуры. Оригинальная помпа стоит 300 долларов, а заменители предлагают за недорого её переднюю часть с аж кивом и крыльчаткой. В продаже также встречается неоригинальная помпа в полностью легкосплавном корпусе. Через впускные клапаны проходит не только воздух, но и пары масла, и газа, и системы вентиляции картерных газов. При этом на двигателях с непосредственным впрыском весь этот налёт накапливается и ничем не смывается. Накопившийся налёт нарушает подвижность клапанов и вихревых заслонок, которые перекрывают частично впускные каналы при низких нагрузках. При нарушении подвижности заслонок или неисправности управляющего электровакуумного клапана появляется ошибка P2015. Положение заслонок отслеживается потенциометрическим датчиком. Впускной коллектор двигателя TSI или TFSI надо чистить каждые 80 тысяч километров. На это указывает дёрганная и неровная работа двигателя на холостых оборотах. Топливные форсунки двигателей EA888 установлены сбоку, а не сверху. Они надёжны и служат хорошо, лишь в редких случаях может нарушиться распыление. Катушки зажигания двигателей EA888 не терпят работы в паре с изношенными свечами зажигания. Поэтому, если владелец не будет менять свечи каждые 30 тысяч километров, то тогда он будет иметь проблемы с катушками зажигания. Мы не успели разобрать мотор, а катушки зажигания с него уже проданы. То есть, они пользуются большим спросом. Топливная система двигателей семейства EA888 оказалась вполне надёжной, хотя она беззащитна перед некачественным топливом с различными примесями. В отличие от двигателей семейства EA113, в этих моторах нет датчика давления в контуре низкого давления, а производительность подкачивающего насоса регулируется в зависимости от режимов работы двигателя и составляет от 3,5 до 6 бар. А вот блок управления подкачивающим насосом оказался ненадёжным. При выходе его из строя двигатель просто не запускается, либо в некоторых режимах может работать с кратковременным снижением мощности. При этом вместе появляются две ошибки по бедной топливовоздушной смеси, а также по низкому давлению топлива в рампе. Производитель неоднократно улучшал неудачный блок управления бензонасосом. Оригинал последней ревизии стоит 130 долларов. Есть заменители, а вот сам насос очень редко выходит из строя. Топливный насос высокого давления служит очень хорошо, а проблемы с ним случаются при больших пробегах. На его износ указывают ошибки по обогащению топливовоздушной смеси, а также ошибки по регулятору давления. На ранних моторах производитель заменил толкатель на роликовый, и это решило проблему износа толкателя, износа кулачка распредвала, а также избавило от проблем с появлением стружки в масле. Иногда возникает течь масла из-под вакуумного насоса. Течь устраняется с заменой прокладки, но сделать это не просто в подкапотном пространстве. Первые владельцы автомобилей с двигателями EA88 второго поколения столкнулись со всевозможными бедами, связанными с цепью ГРМ. Пластинчатая цепь Морзе быстро растягивалась и в худшем случае перескакивала. Также перескок цепи возникал из-за неудачного натяжителя, который оборудован хлипким стопором противохода. Перескок возникал из-за вдавливания штока натяжителя, и такая ситуация возникла при оставлении автомобиля на передаче на уклоне назад. В конце 2012 года производитель изменил конструкцию цепи ГРМ и натяжителя. Натяжитель получил более внушительную гребенку для стопора в виде канавок по всей окружности штока. Цепи последних ревизий имеют буквы AD, или BE, или BR в конце каталожного номера. Цепи последних ревизий и выглядят иначе. Их соседние внутренние пластины собраны попарно. Растяжение цепи ГРМ можно рассмотреть через смотровой лючок на кожухе. По информации производителя, цепь нужно менять на новую при выдвижении натяжителя на четыре зубчика. Не стоит доезжать цепь до более значительного износа, так как это изнашивает звезды распредвалов, а также усложняет жизнь фазовращателю. Износ звезд лечится заменой звезды коленвала 90 долларов за деталь и заменой распредвалов по 600 долларов за штуку. А комплект ГРМ с сопутствующими расходниками обойдется в 500 долларов по хорошему неоригиналу. Единственный фазовращатель на двигателе EA888 может пострадать от некачественного масла, а также от снижения давления масла и пульсации давления масла. Все это приводит к сбоям в работе фазовращателя. Со временем он может затарактеть и более-менее будет продолжать исправно работать. В любом случае, тарактящий фазовращатель придется поменять на новый. А чтобы он прослужил дольше, надо тщательно прочистить масляные каналы, также посмотреть на состояние сеток фильтров не только в ГБЦ, но и в балансирах. Иначе новый фазовращатель долго не прослужит. Также есть решение с заменой только изношенных лопаток фазорегулятора. Для откручивания фазорегулятора нужен специальный ключ. На двигателях 2.0 TSI для продольной установки используется система Audi Wealth Lift System, которая изменяет высоту подъема выпускных клапанов. Да, эта система здесь работает именно с выпускными клапанами. При скорости работы двигателя до 3100 оборотов в минуту эта система поднимает выпускные клапаны на высоту 6,35 мм. А впускные клапаны закрываются чуть позже, что мешает отработавшим газом попасть в цилиндр из соседних цилиндров. А впускные клапаны можно при этом открывать раньше. Все это приводит к лучшей продувке камер сгорания, а также более плотному наполнению цилиндров свежим воздухом. В результате этого возрастает крутящий момент двигателя. Система AVS никаких проблем не создает. Выпускной распредвал здесь составной. На него нанизаны втулки с кулачками и косыми пазами. Втулки могут скользить по распредвалу. Их осевое движение обеспечивают электронные актуаторы со штоками, которые опускаются в смещающие пазы. На каждый цилиндр по два таких актуатора. Один перемещает втулку на большой ход клапанов, второй на меньший. На двигателях EA888 второго поколения есть проблема с износом распредвалов. В нашем случае распредвал в приличном состоянии, но на поверхности шеек видны какие-то непонятные узоры. Фирменная проблема этих двигателей – это непомерный жор масла. Здесь мы видим все признаки. Также из-за проблем с давлением масла изнашиваются не только распредвалы, но и постели. Поэтому эти ГБЦ пользуются спросом на разборках. В наших цилиндрах ХОН очень слабенький, но откровенных задиров нет. При замене поршней этот двигатель можно расточить в один из двух ремонтных размеров. На моторах EA888 второго поколения дебютировал масляный насос с изменяемой производительностью. По сути, это шестеренчатый насос, но его ведомая шестерня способна скользить вокруг своей оси. Таким образом, меняется площадь зацепления шестерен. Соответственно, производительность маслонасоса изменяется. Тут есть один соленоид-клапан N428. Внутри корпуса насоса есть пластиковый золотник, поршень и небольшой муравейник, то есть масляные каналы. По поводу этой системы много критики. Во-первых, насос работает ступенчато на холостом ходу и до 3500 оборотов давление в масляной системе 1,8 бар. Затем происходит переключение на максимальную производительность и давление возрастает до 3,3 бар. Во-вторых, при неполадках в системе смазки система управления двигателем не подает никаких сигналов, пока фактическое давление не упадет до 0,7 бар. В-третьих, максимального давления масла на второй ступени, а это 3,3 бар, явно недостаточно для нормальной смазки на высоких оборотах. Да и при износе маслонасоса вряд ли давление будет достаточным на второй ступени. Вообще, вся масляная система двигателей EA888 имеет очень хрупкий баланс. Забитый маслозаборник, изношенные шестерни маслонасоса, изношенные балансированные валы приводят к тому, что давление на первой ступени на прогретом моторе всего лишь 1 бар, а этого критически мало. Поэтому возникают проблемы с износом распредвалов и другие вопросы. Кстати, систему управления масляным насосом можно обмануть. Для этого надо отключить фишку от соленоида N428, вставить в ее разъем резистор на 1 кОм и защитить от влаги открытые контакты. И тогда насос будет всегда работать на второй ступени. Мы считаем, что этот мотор не пострадал от всех этих проблем, потому что износ ГБЦ минимальный. Обратите внимание, на сеточку маслонасоса она чистая. Нечастая, но известная проблема двигателей EA888 – это заклинивание балансирных валов, иногда с обрывом цепи, которая их приводит. Часто до начала этой проблемы давление смазки уменьшается. Для справки, давление масла на холостом ходу должно быть от 1,2 до 2 бар. А при 3700 оборотах в минуту давление масла возрастает до 3 бар. Итак, что происходит? Каждый балансирный вал имеет по три опоры, которые смазываются маслом. Подшипники скольжения передних опор объединены легкосплавной втулкой. В масляных каналах каждого балансира передних опор есть сетка фильтров. Так вот, если в масле присутствует мусор, например, частички подгоревшего масла или герметик, который остался после неаккуратного ремонта двигателей, нарушается смазка передних опор. Иногда износ развивается плавно, увеличивается зазор между опорами и вкладышами, и через этот зазор убегает давление масла. Давление во всей системе может упасть до полубара. Естественно, это не прибавит здоровья паром трения. В первую очередь страдают детали ГБЦ, но хотя бы загорается индикатор давления масла. Изношенные или заклинившие балансиры нужно поменять на новые сразу оба, даже если заклинил всего один. Производитель не предусматривает повторной установки БУ-балансиров. Да и на практике с замененными БУ-балансирами эти моторы ходят не так уж и долго. Также нужно поменять и промежуточную шестерню левого балансира, так как она покрыта лаковым покрытием, которое обеспечивает правильный зазор между зубьями. В общем, в большинстве случаев балансиры заклинивают на двигателях EA888 из-за проблем со смазкой. Их опор при нормальном обслуживании таких проблем не возникает. У нас оба балансира вращаются плавно и не заклинивают. Всю цилиндропоршневую группу этого двигателя мы раскладывать не будем, потому что блок продан. Привет нашему любимому клиенту. Двигатели EA888 второго поколения отличили жором масла практически с конвейера. К пробегу в 100 тысяч километров мотор мог переварить весь объем масла за 1000 километров. Хотя производитель считает, что расход 500 грамм масла на 1000 километров – это норма. Вдобавок неудачные поршни первого поколения царапали стенки цилиндров. Причина масложора в крохотных отверстиях для отвода масла, которые закоксовывались. Из-за этого масло оставалось на стенках цилиндров и сгорало. Концерн VAG осознал и признал эту проблему, поэтому выпустил улучшенные поршни. В них увеличил отверстия для отвода масла, также оснастил их трехкомпонентными маслосъемными кольцами, а также увеличил компрессионные кольца. Моторы с улучшенной поршневой группой пошли в серию с 2009 года, хотя после этого еще было несколько ревизий. В том числе были изменены и шатуны под увеличенную с 21 миллиметра до 23 в верхнюю головку для поршневого пальца. Таким образом, на ранних моторах, чтобы решить проблему с масложором, надо было еще ставить усиленные шатуны. Хорошо, если такой ремонт делали по гарантии. А вообще, практически каждый владелец этого замечательного мотора столкнулся с необходимостью заменить неудачные поршни на обновленные. Кстати, их последняя ревизия была в 2016 году. Сейчас предлагаются поршни как под старые шатуны 21 миллиметр, так и под обновленные 23 миллиметра. Также есть много хороших предложений по неоригиналу для всех трех восьмерок второго поколения. Поэтому при покупке автомобиля с таким мотором важно каким-нибудь образом узнать, какие поршни на него установлены. Также есть поршни двух ремонтных размеров, которые можно установить в расточенные цилиндры. В принципе-то вся проблема масложора решена, но цена вопроса может достигать до 20% от стоимости автомобиля. Поршни на вот этом двигателе заменены. По маркировке мы видим, что они на пять лет моложе двигателя, то есть с 2015 года. Скорее всего, это не оригинал «Колбиншмидт». Но если вы знаете лучше, то напишите об этом в комментариях. Масложор в этом двигателе возобновился скорее всего из-за установки неудачных маслосъемных колец. Вот эти коробчатые кольца с пружинкой позади считаются неудачными. Вот в этих обновленных поршнях насквозь просверлены отверстия для отвода масла, а в самих маслосъемных кольцах отверстий нет. С коленвалом на этом двигателе возникают проблемы в последнюю очередь. Ну что, разборка закончена, и вот такой вот EA888 Gen2, то есть второго поколения, мы сегодня разобрали. Этот мотор буквально надо допиливать напильником, но, как вы понимаете, цена вопроса очень высока. Не забывайте, что поддержка нашего канала на глазах уменьшает масложор и добавляет к ресурсу вашего двигателя плюс 500 тысяч километров. Поэтому нажмите на колокольчик, напишите комментарий, поставьте лайк, обязательно подпишитесь на канал и поделитесь этим видео с друзьями. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».